Так вот, коллеги вот здесь, справа, это наша дочь. Она когда пошла в школу, в первых классах учиться, у нее самая любимая игра была, конечно же, игра в школу. И когда она играла в эту игру, она была учителем, а все остальные домочадцы до игрушек, начиная с накачившими игрушками, были учениками. И вот в нашей семье это самая ужасная игра, в которую можно играть с ребенком. Нет, ну она хотела играть, а она не хотела играть. Она составляла ее играть. И почему? Она шивалась у меня учитель настолько естественно. Она выпрыгала в спину, брала указку, тембор голоса сразу же менялся. Она говорила молчать. На уроке ей право говорит только учитель. Не шевелиться, я сказала. Она разговаривала с нами только так, и если выпрыгала, то мне младшая девочка, маленькая девочка, какой-то тиран. Елена подвигала, что-то спрашивала. Нам делали замечание, ставили двойки, выгоняли за дверь. Нам нельзя было вставать. Ужас. Нам нельзя было вставать. Ужас. Современный ребенок, цифровой аборигент, и вот играет в спайки игры. И вот когда мы на меня смотрели, мы думали о том, что, по-моему, точно пришло время, чтобы менять. Дети. Дети изменились, дети изменились, дети изменились, дети изменились, а подход, подход к преподаванию, кто-то на подход, когда остался, он разъединился. И недавно она пришла, наверное, на этот третий класс был, она пришла со школой и сказала, я не хочу больше ходить в школу. Мы, честно говоря, так искупались, что это значит, что стоит за этой фразой. Она сказала, ну чисто, я хочу. У, это даже в этом том, с облегчением. Она не понимает, зачем приходить в школу, чтобы на уроке заполнить рабочую стратегию. Она говорит, зачем ты там пишешь? Я могу это дома сделать. Пусть учитель напишет в интернете, какую тетрадь заполнить, я заполню. Зачем я должна сеть на уроке? Когда мы спросили, а что ты хочешь делать на уроке? Она говорит, я хочу действовать, я хочу работать с другими. Я хочу разговаривать, я хочу видеться. Почему ходить нельзя на уроке? Почему учитель ходит туда-сюда, а мы должны сидеть и смотреть? Вот такие простые вопросы, которые заставляют нас выходить за рамки обычного взора. Я сейчас спор на один момент с ней. Кимнаджер дашь в эстонскую школу, соответственно, у нас есть на уроке, а у нас соседский мальчик ходит в русскую школу. Но там тоже эстонский предупреждают все-таки учащиеся. Да, и ему дали задание. Это было тоже два утра назад, меньше, но не помню, да. Он был, по-моему, в 2 классе, она была, в 4-й, в 3-й, где-то. И пацану надо в здании выучить стихотворение. У нас там у соседей очень хорошая бабушка, очень хорошая закалки, бывшая завтра в школу, пришла и без детства не выучила этот стих. В результате моего бабушка, перед инфактом строения, ушла домой. А моя дочь, я говорю, по-моему, гости, и говорит, что это там все случилось, что ты не можешь выучить. И они выучили свое телостроение наизусть за 5 минут. И представьте, приходит она и говорит, что вы выучили. И как тебе это удалось, я говорю, это очень просто. В отличие от бабушки, я разрешала ему видеться, во время того, как он выучит. А он с бабушкой сидел за столом, вот весь снегает, понимаете, как интересно. Ну что, в принципе, тут главное, одна из и рамок, и проблем, и ключевую, даже из них подходовое учение, в том, что у нас ученики остаются слишком пассивными. И, как следствие, этой пассивности, вначале мы их тренируем в так называемой дисциплине, в начале класса, а в конце концов мы получаем в гимназии учеников, в которых нет мотивации. И в классе, наверное, у вас там в УСАГИ очень часто бывают случаи на уроках, когда в гимназии, ну, в старых классах, вы просите, ну, задайте мне вопрос, а они просто сидят и просто ждут конца урока. Ну, или были у вас такие ученики в гимназии, которые спят в вашем городе? Которые не хотят задать вопросы? Не хотят задать вопросы. Которые, что вы говорите, они вам не мешают. Ну, и мы, я тоже, скажем, да, это... Ну, мы очень часто в общении с своими коллегами слышим, да и сами, в принципе, тоже видели, да, что продукты традиционного обучения, это именно, в принципе, очень часто такое пассивные ученики, которые привыкли получать знания, а не сам их доказывать. В принципе, здесь это у нас и красиво написано. Сидор, вы спите, нет, какие-нибудь удобные вопросы для получения знаний. Ну, вот, как примерно такая картина на лекциях, примерно такая же картина и в школе. Я, наверное, смогла, если в детском случае, когда в начале школы, они же дети очень активны, они же первый класс, третий класс, четвертый класс. И когда один мальчик так хотел, ну, вот и туда приступить в выполнение, там, уже на руку они как-то делали, он так хотел просто получить инструмент, но он уже и так, и так тянул. А учитель сказал, ну, вот раз вы такой не трепли, получишь в самом последнем. Ну, конечно, он в 10 классе будет здесь уже, потому что он же сядет и будет ждать, я не знаю, чего. Мы сами получаем, как и у вас есть. Как и у вас есть. Как и у вас есть. Мы начинаем, мы не знаем, правда, это с циклиной, но приводит это чуть-чуть другую. Нам нужно не забывать, что действуют в уроке должен не учитель. Не учитель же показывает, как он умеет держать фотографии уравнения, да, там, и как он узнает по истории, по географии, он должен заставить ученика эти знания добывать. И эти вещи, эти рамки, эти рамки для учитель тоже, он привык быть центром внимания и показывать, как много он знает, на самом деле. И нам нужно этот эстетик ломать, на самом деле. И ученика же быть намного активнее у нас. И здесь это... Вот если посмотреть на текарщик времени 21 века, текарщик времени, которое тоже обладает человек 21 века, за 3-е годы. Например, поиск, применение информации, решение проблем, сотрудничество, самостоятельность, положительное решение и решение технологии. Вот тебе представьте, ну, Максим, где спал этот ученик на вагоне. Сидоровый. Вот он хоть один лицерфтехнологов таким образом получит? Нет, конечно. Он должен действовать в этом уровне, он должен сотрудничать с кем-то, он должен решать новые проблемы. Таким образом, он развивается его самостоятельно, соответственность за собственное обучение. А так, оказывается, что он должен нам учителиться, что он все. Правильно? Потому что учитель несет все. Это новая система у нас, опять, организованная. Что у нас единственное бывает, что другая в школе, это учитель. Когда учител ставит двойки, то все он не надо, правильно? Да. Это тоже, конечно. Это, конечно, что у нас на следующей теме. Какая? Ну, естественно, из-за этого, это говорит про этапы мышления, да? Как вы знаете, знание, понимание, применение, анализ, асценка. Очень часто, опять-таки, в традиционном обучении, мы на уроках, на уроках, вообще часто, раньше требует этого, дальше третьего этапа не проходим. Обычно в школе мы успеваем заниматься такими активностями, которые связаны с этими трех первых этапами, знания, понимания, применения. А очень часто дают домой такие знания, которые требуют анализа, синтеза, асценки. И это мы считаем, опять-таки, это, наконец-то, перевернуть. Дома не может делать вот это. У нас есть соответствующие технологии. Читать книгу, закон, рабочих, кровать, это он может делать. Это можно дома сделать, а в школьном можно делать что-то другое. Опять, вот эти рамки надо менять сам. Обязательно. Идут технологии, нам помогают. Это очень важно. Промена. А, это я в фейсбуке нашла, наверное, пол-полгода назад картинка, вот это вот, внизу написана. Когда я учился в трейдер-классе, учительница сделала у меня замечание. Я смотрела в окно, она сказала, «Вадик, пялиться в окно». Когда ты вырослешь, никто не будет платить тебе за это. Ну, я понимаю. Мы живем в такое время, в таком быстро меняющемся мире, что, на самом деле, мы не знаем, какие профессии будут востребованы через 5 лет, а какие профессии уйдут через 5 лет. Мы не знаем, к чему мы готовим наших учеников. Мы не можем сказать, что ты закончишь школу, поскольку, что да, у тебя будет такая профессия, и профессия уйдут уже через 5 лет. Сколько сейчас уже профессий Камбла в лето, которое мы готовили 7 лет назад, и сейчас на это. То же самое, что будет и с будущим. Поэтому в ситуации неопределенности нам нужно учить учеников тем навыкам, тем умениям, которые мы готовим. Компетенция. Компетенция. Да, что они освоим. Они затыкли в истории, вы знаете, применение специальности. Но об этом еще лучше. Да, меня не стучат. Я помню в эту школу, очень кондиционную школу в истории, которая пытается изменить подход именно, как говорим, в обучении гимназии. И учреждения сейчас создавали два обучения, рабочие программы. Ну, это не все создаете, наверное, где вы расписываете, там, первый столбец – это какие-то недели и даты. Второй столбец – там, какая тема, потом задержание, все равно пишутся, другую, и в актере тоже. Так вот, и последний столбец, вы имитите «Обж». Цензура? Хватит. Точно. Последний столбец были, вот, общие конференции, вот эти физические учреждения и так далее. У нас уже в программе, в результате всего прописано, у нас все это есть. Так вот, впечатляю, вот, все, заполняли эту программу. Вот, первые три-четыре столбца и ну-четыре года. Вот этот последний, вот, общий, общий конференции, они говорили, «Ну, может, и ты мне дать какие-нибудь». И тогда, вот, за учитель, я, в инфарклус-пайник, звонят и говорили, «Слушай, нет, ничего последнего столбец». А я говорю, «Ну, если вы бросаете столбец, то уже тогда уж предметный». Понимаете? Я, по-моему, в математике сам в школе работал на математике на 13 лет. Я очень люблю математику и преподаватель математику. Но вот если передали выбор, то на что бы ты фокус поставил, я бы взял последний столбец и общий конференции. И это не значит, что они математику будут признать, но я не знаю. Потому что я в школе преподавал в последние 6 лет именно вот так, что я делал фокус не на мете, а фокус делал на дискомференции общих компетенций и умений пастероведных. И просто у меня документ был, что математика, да, в сравнении или что угодно может быть. Это было как средство достижения моей цели. Вот если мы могли так преподавать, то наши люди будут математику знать и будут готовы к профессии, которые еще участвуют на свете. Понимаете, заново данные? Говорят, что в 2020 году определяет такая профессия, ректор. Только мы последние смотрели, может быть, ректор не знал. А от основной профессии, вот профессия ректора, она пропадет. Сист на пол, может, да? Да, просто таксист, пропадет, да. А мы избегут, потому что какое-то отношение есть, или что-то систент нам не способны помогать, точно шоферу надо. Самое интересное, что мы не знаем, что нас предреждают, какие возможности. Нам нужно очень быстро действовать и идти за временем, ну, значит, у нас детям организация не учила через 10-15 раз, и это будет социальная конструкция.